Дорогие зрители, новые видео теперь можно посмотреть на площадке ВКонтакте. Для этого необходимо у себя на странице перейти на вкладку «Сообщество». Далее вам необходимо по поиску найти название нашего канала «Анатомия пейзажа Алексея Ефремова». После того, как вы на него перейдёте, вы увидите следующее. Краткая информация о том, как теперь будет происходить выкладка видео и где можно будет его посмотреть, то есть во вкладке «ВК донат». Для того, чтобы стать подписчиком, необходимо нажать на кнопку «Поддержать» и вы получите предложение подписаться. Выберите вариант оплаты. Мы по-прежнему не рекомендуем подписываться на год. Итак, друзья, вступайте в наше сообщество «Анатомия пейзажа Алексея Ефремова». Подписывайтесь в донаты и, мы надеемся, нам удастся выходить в прежнем формате. До новых встреч, удачи вам, смотрите нас! Здесь можно писать вообще вот такой длинный, в пропорции там 2 квадрата, 3 квадрата. Там, значит, эта речка Дарья. Мы уже как-то её рисовали. Это называется вообще «Малиновая гора». Она осенью бывает малинового цвета. Ну, а сейчас, наверное, там малина растёт иначе. Зачем бы ей быть малиновой? Вот, а здесь такое разнотравие тут будет, видимо. Ёлочки. Там на дальнем плане большие ёлочки. Ну, вот такое. Так, это всё надо. Это всё в траву. Аблачка очень интересные. Розовые. Алексей, так как домов здесь много, как нарисовать их, чтобы они были детализированы? И видно было, что это действительно дома, а не просто что-то там на подмалёвке. Вопрос несколько преждевременный. Я буду думать об этом. Вот, когда дойдём до изображения домов, попробуем эту проблему решить. Работаю над оттенками неба. Оно только ведь кажется голубым. Начинаешь писать, понимаешь, что там голубого-то нет вообще. Всё это сложно. Какие-то зелёные. Почему такое вот резко контрастное небо? Ну, там совсем другое. Если смотреть отдельно на небо, то оно кажется не такое. Я-то ведь его задумал, как часть всего произведения. Сейчас вот я белые места убрал, и оно уже... Надо вот просто процитировать в некоторых местах цвет. Интересно, облака цепляются за горы. Часто так бывает. Даже горка-то, казалось бы, небольшая. Алексей, а какой у тебя рекорд этюдов в день? Ну, вообще, больше пяти я не писал. Ну, пять. Как-то в верхотуре я делал. Пятый этюд, правда, был такой... Вот минут сорок я на него потратил, уже на такой эмоциональный, на заходящий луч солнца. Но, тем не менее, это было пять работ. Относительно домиков. Вот сейчас я делаю туда просто такие мазки, которые, на мой взгляд, будут передавать домики в дальнейшем. То есть, мы говорили, что капу там в деревню рисовать. Ну, вот я начал. Просто такими цветовыми, пятнышками. Как Сезанн учил, говорит, весь мир... Художник, смотри на мир посредством трех вещей. Куб, шар и конус. Все состоит из этих. Ну, и вот здесь тоже состоит из каких-то таких цветовых молек. Вот самое тяжелое, это, конечно, для художника, это спина. Ну, вот этот этюдник позволяет стоять спиной. Вот Анютка работает на низком этюднике, а она целый день сегодня в три погибели. Вот. Конечно, это... тяжкий труд. Там мне многие просятся со мной на этюды. Говорят, Алексей, можно с вами на этюды? Они не знают своего счастья, что их ожидать. Потому что, когда я еду на этюды, то мы работаем целый день. Особенно, когда мы едем далеко. За 150 километров уедешь не ради там какого-нибудь там помозилки какой-то, которую можно с телевизора дома нарисовать. Так что скалывать приходится быть здоровым. Вот начинают прорисовываться дома. Ну, этот горошек, он становится более подробным. И, да, на что-то, мне кажется, начинает походить. По крайней мере, при фантазии определенной можно представить себе, что это... Ну, можно нарисовать такой домик на переднем плане тут какой-то запор там. темным всего это деревья. даем возможность заднему плану и светлым стать. здесь, мне кажется, оправдана будет тень. «КОН БОВЕР!» «КОН БОВЕР» «КОН БОВЕР» воздух там холодный такой да заводить его до контраста самый вот здесь вот там это контраст и а и и и и и и и и Субтитры сделал DimaTorzok Мне всегда поражало, что художник рисует близко, а смотрится картина издалека. Очень-очень эффективно. Да, то есть мы уже об этом говорили, что у каждой работы должна быть своя дистанция. То есть что такое живопись? Живопись – это иллюзия. А иллюзионист нам фокусы свои вот так вот на камеру не показывает. Сразу все секреты вот эти. Он всегда-то идет подальше, еще и свет приглашает. Тогда эти фокусы действительно удивительны. Живопись – это то же самое. То есть нужно анализировать себя, все время отходить от работы. Можно уже дома этим заниматься. Вот сейчас можно сделать фотографию. И все остальное уже делать дома. Заканчивается трудовой день художника-пейзажиста. Сегодня было написано три работы. 50 на 70 – достаточно большой размер. Все отзывается в спине, в ногах. Но на душе полное чувство удовлетворения. Ты не лежал на диване. Ты наблюдал за этим удивительным, прекрасным миром. Играет музыка. Играет музыка. Играет музыка. Играет музыка. Играет музыка. Играет музыка.